Всем привет! Сегодня у меня на обзоре телефон Танк 3S от компании Unihertz. Как вы знаете, они делают свои телефоны всегда с изюминкой. У меня уже было несколько телефонов Танк, несколько поколений, и этот телефон очень необычен, очень своеобразен. Это не просто защищенник, но с некоторыми уникальными функциями, которых нет ни в одном другом телефоне. Итак, ну давайте я вам для начала покажу цену, но вы только сидите ровно, не упадите, держитесь за что-нибудь, потому что вы сейчас просто прифигеете с цены, сколько сейчас стоит этот телефон. Это просто что-то. С Алиэкспресса 54 тысячи, плюс чтобы его вообще получить, вам надо будет еще и пошлину заплатить таможенную около 5 тысяч. То есть в целом цена составит около 60 тысяч рублей. Да, это серьезно такая цена, Unihertz Tank 3S. Вы скажете, а почему так дорого? 50, о, точнее 60 тысяч рублей? Это же просто что-то нереальное за китайский телефон. Он еще и не такой известный. Но давайте я вам объясню, в чем здесь подвох и почему он стоит так дорого. Ну, во-первых, это защищенник. Он защищен от воды, от ударов. Здесь увеличенный аккумулятор, здесь повышенная прочность телефона. Но самое главное, здесь два фонаря на задней спинке, очень мощные лампы для кемпинга, ночная камера, камера ночного видения. И здесь есть еще такая штука, которая называется проектор. То есть он выдает проекцию на стену с помощью вот этой штучки. Вы можете смотреть фильмы. Например, вы поставили какой-то ролик, выключили свет в комнате, на стену направили его, он у вас на ровной стене выводит изображение. Круто! Знаете, каждый из вас, наверное, учился в школе и в институте. И там есть проекторы. Практически в каждом классе висит проектор. Мы их использовали для презентации. Вот тебе задали на дом какую-нибудь презентацию сделать. Ты потом приходишь, вставляешь в комп свою флешку и на этом проекторе выводишь свою презентацию, стоишь там, что-то объясняешь, тебе вопросы задают. Так и тут. Вот. Это уже устройство с проектором. И поэтому, конечно, это все дорого. Это все не дешево, как я понимаю, сделать. Здесь есть еще инфракрасный порт. То есть это не телефон, это просто какой-то реальный танк. Это знаете, как ножи бывают швейцарские, которые несколько функций выполняют. Там и отвертка, там и кусачки, там и нож. То же самое с этим телефоном. Сюда всего подряд насували. Нужно это кому-то, не нужно. Ну, насували и насували. Может быть, кому-то пригодится. Итак, разъем под заглушкой. Здесь у нас есть разъем для наушников проводных и для зарядки Type-C. Справа кнопка включения. Слева две кнопки регулировки громкости. И еще две кнопки. Как я понимаю, это специальные настраиваемые кнопки. Одна из них красного цвета. Сим-лоток. Здесь не надо его, знаете, как, что ли, протыкать чем-то, да? Здесь просто его надо поддеть. Но пальцем поддеть крайне проблематично, потому что это металл. И ноготь может просто обломаться. Нужно какой-то, ну, каким-то приспособой какой-то его вытащить. Это, как я понимаю, крутилка, наверное, для регулировки проектора. Или что это такое? Что это? Что-нибудь меняется? Не видно? Ну, короче, сейчас попробуем включить. О, ребята, это, конечно, необычный телефон. Это реально телефон уникальный своего рода. Танк 3С. Здесь в комплекте идет стекло. И плюс здесь уже, если присмотреться, здесь уже из завода наклеено стекло. Причем наклеено так круто, так идеально, что я такого идеально наклеенного стекла еще не видел. Как будто оно прям родное. Но на самом деле это наклеенное стекло с завода. И плюс еще дополнительное на всякий случай, ну, если это разобьете или поцарапается со временем. Документики, инструкции тут разные, гарантийный талон. Ой, фу. Открыл коробку, запахло вот этим вот пластиком. 66 ватт или 99? Нет, 66 все-таки ватт. Быстрая зарядка с выходом Type-C белого цвета. И кабель USB Type-C тоже белого цвета. Собственно говоря, все, больше нет ничего. Все, да, реально все. Такая вот большая коробка, но чехла нет. Почему? Потому что телефон сам по себе уже защищенный. И это не предполагает того, что вы будете использовать еще какой-то дополнительный чехол. Потому что тут и так усилены углы, металлические вот такие прочные вставки. Этому телефону, блин, капец, какой он тяжелый. Им реально можно колоть орехи или гвозди забивать вот этим углом. Это реально такая махина. Просто как камень, знаете, монолит. В руке держать непривычно. Прям, блин, прям даже рука устает. Хочется просто на стол положить. Блин, какой... Мне кажется, можно руки качать. Вместо гантели его вот так вот тягать. И мышцы потихонечку будут напрягаться и расти. Этот телефон весит 606 грамм. Более полукилограмма. Этот телефон имеет толщину 25 миллиметров. Длина у него почти 18 сантиметров. 179 миллиметров. И ширина 86. Это реальный Кинг-Конг. Это реальный танк среди телефонов. И смотрите, на рабочем столе здесь сразу есть виджет. Вот он. Который включает наш проектор. Я на него нажал и пошло включение. Этот запуск не одномоментный. То есть это нет такого, что ты нажал и он сразу открылся. Ему требуется время. Включает проекцию. И теперь, как я понял, проекция у меня включена. Да. Осторожно. Берегите глазки. Глаза нельзя светить, кстати. Вот. Надо эту штучку протереть. Вот этот проектор. Все, начал работать. То есть, в принципе, я уже могу выводить что-то. Сейчас он выводит просто экран. То есть он просто дублирует все, что на экране нарисовано. Вот он сейчас просто у меня выводит рабочий стол. Но это не прикольно. Сейчас, во-первых, рабочий стол зачем выводить. И, во-вторых, сейчас светло. Надо свет выключать, чтобы это лучше было видно. Кстати. Если прислушаться, слышно, как там что-то работает. Как будто крутится что-то. Ладно. Тем же самым способом я его выключаю. Просто на виджет нажимаю. И он у меня отключается. Тоже для этого требуется время. Все. Отключился. Просто и понятно. Рабочий стол вот так выглядит. Здесь такие анимированные обои, специально сделанные под этот телефон. В принципе, сам телефон легок в освоении. Здесь установлен чистый Android. Немножко с измененными значками. Все яркое, красочное. И работает это все на базе 13-го. К сожалению, только Android. Не 14-го. И обновление системы безопасности здесь вообще от патч безопасности от 5-го октября прошлого года. А почему так? А почему не этого года? Интересно. Обновление системы, может быть, есть. Сейчас проверим. Click to fast, please, later. Нет. Он пишет, что пользуетесь последней версией. Вроде как телефон новый, но при этом Android прошлогодний. И патч безопасности тоже за прошлый год, за 2023. Итак, ну что вам сказать. Дисплей диагональ 6,79. Full HD+. Это дисплей, который имеет разрешение 2460 на 1080. 580 нит яркости. И это дисплей IPS. Не AMOLED, а именно IPS. В настройках вы также можете настроить его плавность работы. Сейчас у меня, походу, да, 60 Гц установлено. Но мы можем это исправить легко, сделав вот так. Частота обновления поставив 120. 120 это максимальная частота. О, стало намного лучше. Можно поменять стиль иконок. Почему-то, почему-то не перевели на русский язык этот пункт. И вот здесь еще. Тоже не перевели на русский язык. Headline Body Font. Что-то связанное со шрифтом, как я понимаю. Но почему-то тоже не переведено. Можно поставить темную тему, светлую тему. Включить или выключить автоповорот экрана. Можно включить режим защиты глаз. Ну, такие классические базовые настройки. Все здесь присутствуют. Умный помощник. А это ерунда. Так, батарея. Где-то я видел здесь смарт-кнопка. Да, здесь целых две настраиваемых кнопки. То есть обычно у защищенных телефонов есть одна кнопка, на которую вы можете назначить несколько открытий приложений. Одно нажатие, двойное нажатие и длительное нажатие. Несколько сразу действий. Так вот, здесь сразу две настраиваемых кнопки. Это прикольно. Например, вы можете их запрограммировать, чтобы постоянно не искать какое-то приложение в меню. Вы можете его запускать просто нажатием одной кнопки. Это реально круто. Если вы очень часто заходите куда-нибудь в какой-нибудь мессенджер, вы на него поставили красную кнопку нажатия, все, вы сразу заходите в мессенджер. Это очень удобно, как по мне. Еще здесь, конечно же, есть такая фишечка, как вот это вот лампы для кемпинга. Они называются. Сейчас стали часто. Вот, кстати, еще приложение, хочу сказать. Это приложение Pult. Zaza Remote. Приложение для инфракрасного порта. Да, именно здесь вы можете добавить какой-нибудь свой пульт для кондиционера, для проектора, для DVD-плеера, для воздухоочистителя, даже для каких-то умных лампочек, для фотокамер, вентиляторов. В общем, для всего, но в основном все будут, даже для смарт-туалета, но в основном все будут добавлять для телевизора. Просто добавить пульт для телевизора, выбрать своего производителя и с помощью вот этого инфракрасного порта управлять телевизором. Телефон у вас будет выполнять в качестве будет пульта. Инструменты. Вот здесь я хотел посмотреть эту лампу для кемпинга. Вроде она здесь скрывается. Уличный фонарь. Да. Он пишет, что нельзя смотреть в глаза. Прямо красное уведомление. Действительно, не светите никому в глаза. Если вы этот телефон получите, не балуйтесь с ним, потому что эти лампы реально очень яркие и можете подпортить зрение кому-то. Ну, смотрите, как они работают. Давайте включим. Вспышка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Они сразу две включаются. Слушайте, от них начинает выделяться тепло. Прямо моментально они становятся теплыми. Это можно в холодные зимы включить себе эти лампы и просто руки греть о них. Фу. Это сейчас была вспышка. Сос. Сос. Сос немножко с меньшей периодичностью они начинают мигать. Есть еще несколько режимов работы. Стандартный, когда они просто горят, но не на всю мощность. Минимальный режим, когда они на минимуме горят. И максимальный, когда они две светят прям полностью. В чем их прикол? Это более белое, более холодное, это более теплое. Я не понял, почему их нельзя включить, например, по отдельности. Ой. Почему их нельзя, например, включить по отдельности? Если я не хочу, например, включать белую, хочу включить только теплую снизу. Почему я не могу выбрать это как-то в настройках, да? Это странно. Так, ну ладно, давайте выключим. Только можно по продолжительности выбрать. Ну, может быть, с обновлениями будет возможность какую-то одну только включить лампу. Дальше. Что еще в этом пункте есть интересного? Ну, конечно, здесь такие функции, как шумомер. Мерить шумы. Это любой телефон может. Просто скачиваете приложение и все. Обычный фонарик. То есть здесь еще и классическая вспышка для камеры. О, кстати, здесь камера, блок камеры, он закрыт такой пленкой защитной. Я ее, кстати, вот можно видеть, она наклеена. Я ее не буду сейчас убирать. Пускай она будет лучше в сохранности. Вот, можно делать подводные снимки. Этот телефон официально защищен от воды по стандарту IP68. То есть вы можете даже под водой в бассейне нырять с ним и что-то фотать под водой. Прикольно. Так, это что такое? А, это чистка динамиков ультразвуком. Это очень классная вещь. Динамики со временем, кстати, где здесь динамик? Динамик мультимедийный. Вот он здесь, он на задней крышке находится. Он со временем забивается пылью. Туда попадает пыль, когда носите в карманах, еще где-то. И звук начинает хуже проходить. И вы можете взять и начать слив. Перевод такой странный. Включить максимум. И этот динамик будет как бы вибрировать. Звук издавать такой, чтобы оттуда всю пыль выталкивать и прочищать его самостоятельно. Причем вы можете здесь даже добавить это. Задать герцовку. Слышите, что это за звуки такие интересные? А, это осушать. Нет, нет, смотрите. Это я сейчас сделал, чтобы его просушить от воды, если вдруг тогда вода. А вот это удаление пыли. Здесь уже, наверное, немножко другое будет. Нет, то же самое. Но так как у меня сейчас пыли нет, я это проверить не могу. Действительно ли это действенная функция или нет. Но, во всяком случае, это реально прикольно. Такое мало где есть. На некоторых телефонах, по-моему, еще даже на рейдмике как-то, на 8А, по-моему, такое было. Есть шагомер. Можно свои шаги. Так, есть вот такой вот сигнал тревоги. Это если где-то потерялись и надо о себе заявить, можно этот сигнал тревоги врубить и вас услышат. Ну и что здесь еще есть? Спидометр какой-то. Ну, в общем, такие базовые функции. А, вот. И вот эта тема мне еще нравится. Сирена. Сирена, ребят. Это тоже прикольная фишка. Можно еще разную музыку здесь задавать. Ну, ладно. Это все баловство, мне кажется. Это так чисто сделано ради какого-то. Ну, может, кому-то и понадобится. Я хотел посмотреть, какой здесь сим-лоток. Поддерживает ли он флешки. Для этого мне понадобится какая-нибудь приспособа, чтобы пальцы не ломать. Достаю. Так, смотрим. Ну, тут и так не просто открыть, а? А, нет. Приоткрыл. Смотрите, что у нас здесь. Здесь вообще 2 плюс 1 сделали. Даже не комбинированное, а 2 плюс 1. То есть здесь отдельное место под microSD флешку. Отдельное место под первую сим-карту, под вторую. Все и сразу. Еще пару слов про производительность. Так как телефон дорогой, естественно, здесь должен быть хороший, мощный производительный процессор. Ну и к тому же, естественно, должно быть много памяти. Имея такой телефон, вы, наверное, захотите сюда установить много приложений, много каких-то данных закачать. Короче, здесь установлен процессор Mediatek Dimensity 8200 с поддержкой 5G. Это мощный процессор, новый, современный, с частотой 3.1 ГГц, 4 нанометра, 8 ядер. 4 слабеньких, 4 очень мощных. Видео ядро Mali-G610. И памяти здесь 512 гигабайт. Внутренней 512. Плюс вы ее еще можете расширить флешкой. Оперативной памяти 16 гигабайт. Причем это не те 16 гигабайт типа 8 плюс 8. Нет. Здесь именно 16 своей настоящей оперативной памяти. И еще, помимо этой оперативки, вы еще можете прибавить ему 16 в настройках. И у вас тем самым получится 32 гигабайта. Это вполне реально сделать, ребят. 32 гигабайта оперативной памяти. Но это, если с виртуальной, обычной 16. Но даже 16 гигов, это дико много. И это будет еще хватать на очень-очень долго. Вот. 16 плюс 16 сейчас. Видите, здесь можно на разное количество увеличить. У меня сейчас не установлено. Вот 16 могу поставить и перезагрузить телефон. И вот здесь всю основную информацию очень удобно посмотреть про телефон. Всего 31 гиг используется из 512. Видна, кстати, аккумуляторная батарея. Здесь аккумулятор в три раза больше, чем на стандартном телефоне. Сейчас на стандартном андроиде 5000 это некая такая классика. А здесь 15 часов, даже более, чем в три раза. Вот. Поэтому он такой тяжелый и толстый. Два EMA, соответственно. Есть Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Да. Здесь еще есть модуль NFC. То есть вы можете с этим телефоном ходить в магазин и просто доставать этот телефон из кармана, из штанин. И всем в магазине показывать, что у вас за мобила такая. Танк. Самый настоящий. NFC, да, есть. В Antutu сколько набирает? В Antutu набирает неплохо. Бодренький. Бодренький телефон. Почти 900 тысяч. Хватит на несколько лет вперед. И по играм, и по всем приложениям все быстро идет на самом деле. Не лагает, не тормозит, не тупит. И быстрая память здесь установлена уже и UFS 3.1. Выше 1000 мегабайт на чтение и почти 1000 на запись. Он реально мощнее, чем многие телефоны незащищенные. Но самое, конечно, главное это его вот этот проектор. Сейчас я его снова запускаю. И вот для примера, как он работает. Здесь разрешение 480p выводимой картинки. Конечно, лучше выводить это все на ровную плоскую стену без текстуры, потому что без орнамента. У меня обои, видите, какие с рисунком, поэтому они, конечно, мешают. Лучше даже вывести на этот шкаф сейчас будет. И здесь еще есть отверстие, через которое идет охлаждение. Как я понимаю, что-то там крутится. Вентилятор, наверное, охлаждает вот этот вот сам проектор. Поэтому слышно некий шум. Да, ребят, смотрите, чем ближе расстояние к этому, к объекту, на который вы вводите, чем четче картинка. Чем больше я отдаляюсь, картинка становится немножко хуже по качеству. И уже... Ну, можно, конечно, смотреть, но лучше смотреть вот примерно вот на таком расстоянии, чтобы у вас получался размер примерно как лист А4. Тогда реально можно смотреть. Звук идет, если вы ставите звук, допустим, вот сейчас. Звук идет из динамиков телефона. Вот такой вот звук. Можно, в принципе, растянуть вообще на большую стену, вот так вот далеко отойти. Но качество будет хуже. Но, в принципе, тоже можно будет смотреть. Или, например, представим ситуацию. Вы легли на кровать на свою и хотите перед сном что-то посмотреть. Вы берете, включаете какой-то ролик и выводите просто на потолок. Просто на потолок. Сейчас переверну. Минутку. Вот вы взяли и вывели изображение на потолок. И лежите, просто смотрите в потолок. И, как говорится, как в поговорке говорится, плюете в потолок, смотрите. И у вас большая картинка. Можно таким образом фильмы смотреть, сериалы. Главное, телефон не держать в руке, потому что он сильно тяжелый. А как-нибудь его установить, чтобы он сам стоял, да? И все. И он вам будет показывать картинку. Ну, согласитесь, это что-то необычное. Это что-то действительно, действительно интересное, ребят. Такой проектор. И еще, кстати, в настройках проектора вы можете настроить яркость. Вы можете сделать проекцию поярче. Можете сделать ее менее яркой, чтобы вам сильно по глазам не било тоже, чтобы не было слишком яркое пятно. Но все это тоже регулируется, видите? Вот, ползунок есть. Кстати, а я думаю, почему у меня было все так мутно? На самом деле, я сбил этот ползунок. И вот этот ползунок, который находится сбоку, его надо как бы настроить фокус. То есть, настроить четкость, покрутить его. Вот, блин, неудобно одной рукой это все делать. Вот я сейчас вкручу. И надо сделать так, чтобы было изображение четким. Вот, видите, я вкручу в эту сторону, оно становится расплывчатым. В другую сторону. Это как бы у нас... О, еще хуже становится. Ну-ка, подождите, в обратную надо крутить. Сейчас я докручу до того. О, получше становится. Во! Во! Во, все! О! Во, вот эта резкость! Вот, ребят, во, все! Вот, все, вот это точно топчик! Вот это очень четко! Реально на потолок можно вывести. Посмотрите, какая четкость. Все, вот этот ползунок двигаем, он крутится, ногтем сюда подлазим, он крутится и регулирует расплывчатость. Ребят, ну все, смотрите, я могу продавать билеты в свой домашний кинотеатр. Это тупо реально кинотеатр домашний. Это эмоции непередаваемые. Просто выключить свет и полежать в своей комнате. И вот так вот позалипать во что-то. Очень качественно. Очень качественно. Мне нравится это. Я просто вывел на потолок. Я могу на всю стену вывести вот так вот. Ну, лучше на потолок, потому что потолок ровный. Ровный и белый, да? И как раз вот он ничего не мешает. Никакой. Вообще офигенно. Сидишь и смотришь. Кайфуешь. Интересно, а если я выведу сейчас с окна на весь квартал, чтобы все люди смотрели мой ролик, это можно так сделать? Это я вот сейчас вывел на стену. Ну, давайте попробуем. Сейчас как раз на улице темно. Самое то. Итак, берем телефон и пытаемся... Не, ну такую дальность он уже, конечно... Не, он уже не бьет на такую дальность. Пытаюсь на пол вывести. Нет, такую дальность он уже не осилит. Дима Вайпер смотрит на потолок на свои видео. О, вот это да! Вот как это выглядит со стороны. Не обязательно только смотреть игры. Можно... Ой, смотреть фильмы, там какие-то ролики. Можно даже так просто поставить телефон и играть в какую-то игру просто тупо на потолке. Вывести ее. И все. И это большее погружение в игру. В принципе, прикольнее. Там с друзьями собрались, да? Вывели куда-нибудь эту игру. И играете, кайфуете, балдеете. Качество вообще хорошее получается. Да, так... Так крупно я еще не играл. Ну и все можно вывести на этот проектор. Например, знаете... Съездили вы куда-нибудь там в поездку какую-то. Привезли кучу фоток на телефоне. И чтобы их не показывать с телефона, там родственникам можете просто реально в комнате собраться, свет выключить. На потолок им вывел свои фоточки и показываешь крупно все. Они такие... О, круто как. Ну, на маленьком телефончике не интересно смотреть. А на потолке... Это сразу другой объем, другой масштаб. По-другому все ощущается. Я понял, как здесь все устроено. Короче, смотрите, здесь какая система охлаждения этого проектора. Здесь с двух сторон есть вот такие вот отверстия вентиляционные. Как я понял сейчас по работе вот с этой стороны, с правой стороны, где кнопка включения, сюда, отсюда он засасывает воздух холодный. Вот. Он просто засасывает воздух отсюда, прогоняет его через какой-то вентилятор. И вот отсюда уже выходит воздух горячий. Понимаете? Все это там охлаждается как-то. Видимо, какая-то там тепло... Это трубка какая-то, да, медная, которая охлаждает сам вот этот. Ну, как я предполагаю. И вот эту трубку он охлаждает, и уже горячий воздух отсюда выводит. Вот как это работает. Немножко мешает, да, что это шумит там внутри, крутится какой-то вентилятор или что, немножко подшумливает, да. Если в полной тишине лежишь, немножко вот это подбешивает. Ну и в принципе, я думаю, как можно к этому телефону подключить Bluetooth-наушники и слушать в наушниках. Например, ты не хочешь через динамик слушать этот. Например, ты подключаешь Bluetooth-наушники, все, у тебя звук идет, и ты смотришь фильм. Круто. И тогда ты даже не будешь слышать вот это вот звучание вот этого вентилятора здесь, которое, потому что у тебя в наушниках это не будет слышно. Телефон, кстати, можно разобрать самому, если у вас будет отвертка ремонтная, потому что здесь, видите, он закручен по периметру. Но если у вас есть такая отверточка, можно эту крышку снять и добраться до аккумулятора. Ну, лучше это не делать, конечно, если вы не профессионал, лучше все равно в сервис отдать. По разблокировке. Здесь сканер находится в кнопке питания, и также здесь можно разблокировать телефон с помощью своего лица. Берем, нажимаем на кнопку, смотрим на телефон, он меня узнает, разблокируется, все понятно, все приятно. По другим бенчмаркам, которые я проводил на этом телефоне, я вам сейчас покажу, что мне удалось добиться. Ну, 10 касаний мультитач, понятно, на этом экономить не будут. NFC-модуль есть. Троттлинг есть, но небольшой, абсолютно небольшой. Скорость памяти я показывал, и в Antutu почти 900 тысяч. Кстати, звук здесь, к сожалению, не стерео. Сейчас играю в PUBG, и динамик только один, находится он сзади. Почему-то здесь вот тоже не дублируется звук, поэтому звук моно. Но динамики громкие. Здесь, как я понимаю, два специальных динамика. О! Это удача! Смотрите, ребята, приземлился ящик красный рядом со мной прямо. Наверняка там же есть что-то интересное. Сейчас мы пойдем и проверим. А, тут уже вот сбегаются. Уже со всех сторон желающие. Да е-мое, отстаньте вы от меня. Дайте мне хотя бы передохнуть. Да, действительно, есть много чего интересного. Сейчас перемотаюсь. Ну, кто еще осмелится сюда подойти? Отлично идет игра на этом телефоне. Я поставил вот такие вот настройки высокие, очень высокие. Ultra HDR и частоту кадров Ultra. Играть комфортно. Но тяжело держать его долго. Именно из-за его тяжелого веса, большого веса. Вот так все отлично. Еще что здесь из интересного, это, конечно же, набор камер. Фронтальная камера, селфи камера, 50 мегапикселей. Задняя камера, 50 мегапикселей. Вторая камера, телефото, 8 мегапикселей, 64 мегапикселя. Третья камера, это ночное видение камера. 3,4х, здесь оптический зум. Стабилизации оптической, к сожалению, нет. 1х, тоже без стабилизации модуль. О, 1х, как будто со стабом. Походу, ОС есть. Так, ну вот, что он у нас делает на 3,4х. Да, это реально телевичок. Очень хорошее качество. Блин, да он еще и по камере топчик. Ребят, не только по остальным характеристикам, еще и по камере. Фронталка, 50 мегапикселей. О, е-мое, что-то она как-то вообще не тянет на 50, честно говоря. Хм, какая-то мутная сильно. Мутный парень, ну-ка. Мм, что-то мутно все. Не, ребят, ну какие-то 50, да блин, это тут хоть бы 8 набралось мегапикселей. Ну-ка, если суперразрешение поставить. Ну, не тянет, абсолютно не тянет это на 50 мегапикселей. Максимум 8, ну что это за 50, я такого не видел еще. Так, задняя камера. Вот давайте я заднюю камеру включу, 50 мегапикселей. Тут-то будет разница большая. Вот разрешение. Суперразрешение. Делаю селфик. Ну и вот. Ну вот это уже хотя бы, да, чуть-чуть лучше, но тоже ненамного, тоже все такое мутненькое. Ну, слушайте, тут по камере. Хм, не, камера, конечно, хуже, чем у более известных брендов, пока они по камере не могут дотянуть до китайцев, таких мировых известных, да. Хоть здесь и мегапикселей много, но камера пока еще не такая классная. Но все равно они стараются. Ширика, кстати, нет. Ночная камера, как включается, ночная камера, это, как я понял, черно-белая просто. Ночь. Оно? Нет. Нет, это ночной режим. А как включить именно ночную камеру? Специальную камеру, выделенную. Инфракрасный. Вот она, вот она, вот она, вот она заработала. Это типа камера в полной, в полных сумерках может работать, то есть в полной темноте, но она будет черно-белая. Это если прям вообще нифига не видно, эта камера 64 мегапикселя вам поможет рассмотреть хотя бы, что под ногами находится. Ну и есть ночной режим на обычную камеру. Да, по камере определенно не топ, телефон не соответствует своей цене по камере, хоть и стоит он 50-60 тысяч, но камера здесь абсолютно не тянет. Камера здесь реально слабое место. Посмотрите, какой ночной снимок получился. Это просто мыло мыльное, я давно такого не видел. Даже, мне кажется, какой-нибудь 10-тысячный телефон будет фотать лучше в некоторых случаях. Ну, как-то здесь совсем, так скажем, все по камере грустновато. Так, если мы заходим в видеозаписи, то здесь 4К можно снимать, при этом только 30 кадров в секунду. Но мне понравился здесь телевичок. Телевичок здесь фотает неплохо, кстати, 3,4Х. Вот этот телевик довольно, довольно красиво получается, фотки с него. Довольно четкий, реально. Телевик, как будто здесь самый крутой из всех модулей, которые здесь вообще есть. Есть вспышка, кстати, можно задействовать вспышку двойную, вот эту. И представляете, какой у вас яркий снимок получится с такой мощной вспышкой. Просто офигеть, какой яркий. Можно обычную вспышку, маленькую, задействовать. Маленькую, 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 маленькую. Так, и на фронталку видео в каком формате записывается. Full HD. Ну, фронталка, блин, какая-то она вообще странная. Вроде 50 мегапикселей. Короче, по камерам я бы так сказал, что им еще есть куда работать. И от камер здесь большого не ждите. Ну и звук. Давайте проверим максимальное звучание. Это динамик. Динамик хоть один, но он очень громкий. Очень громкий, звонкий динамик. И, кстати, возле динамика находится еще такой специальный вырез под ремешок. Можно сюда вставить ремешок и носить его на ремне либо на руке. В общем, вот такой вот очень необычный телефон, дорогущий. Но его ключевые особенности это, конечно, защита от воды. Это проектор. Это два фонаря мощных. Я бы сюда еще поставил какой-нибудь такой, знаете, динамик, как колонку. Вот сюда бы прям по центру вмонтировал. Вместо вот этого динамика я бы сюда какой-нибудь динамик 70 дБ поставил бы, чтобы он еще играл мощно. Чтобы его можно было использовать как Bluetooth-колонку. Выезжаешь на природу, поставил музычку, там радио включил или музыку закачанную и слушаешь. Еще из плюсов то, что здесь две симки плюс флешку поддерживает. Мощный процессор Mediatek 8200. Его можно как для игр использовать, так и просто в работе. Он быстро все открывает, шустренько работает телефон. 120 Гц экран, но не AMOLED, а IPS. Тяжелый. 600 грамм с лишним. Тяжелый. Надо привыкать. Быстрая зарядка 66 Вт, но 15600. Заряжать все равно такую батарею придется долго. Хватать ее будет тоже где-то дня на 4, если не на 5. В общем, телефон, может быть, найдет своего покупателя, потому что, ну, я думаю, человек просто так наобум не купит такой телефон. Если такой телефон человек покупает, это, скорее всего, уже осмысленная покупка, да, то есть он прочитал про этот телефон, посмотрел обзоры, что он из себя представляет. Вот так просто пойти и телефон такой купить за 60 тысяч, я думаю, ну, это будут покупать именно ценители. Может быть, кто-то уже пользовался Unihertz Tank там первого поколения, второго поколения и кто-то будет обновляться. В общем, необычная мобила, ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok